Всем привет! А сейчас я хотел бы сделать реакцию на баттл Оксимирон и Дизастер. Здесь вот нашел видео с русскими субтитрами, ну давайте посмотрим. Поехали! Хотим опять-таки сказать, что Окси-красавщики это было одно из самых лучших событий в русском рэпе за последнее время. Никто до этого так сильно русский рэп не продвигал на запад. Многие американские рэперы, битмейкеры и баттл МС респикнули Окси в соцсетях. И мы уверены, что это только начало. Да, представляю себе фит Эминема и Окси. Но давайте перейдем к баттлу и разберем на наше мнение лучшие панчи. Начнем с первого раунда Дизастера и по порядку. Первый панч, который очень зашел в публике, это были слова Диза про космонавтику. Потому что я скажу, это сейчас для всех присутствующих здесь русских и канадцев. Вы слышите это? Прислушайтесь. Вы слышите это? Это звук того, как наша страна ждет, пока ваша наконец долетит до Луны. Да, действительно, американцы были на Луне, чего русские не сделали. Это политический панч, поэтому дальше Дизастер унижал Россию, мол, она отстает в космонавтике и завидует Америке. И наши технологии переезжают в ваши на целые эры. Вот почему каждый раз, когда вы в космическом шаттле и что-то идет не так, вы поднимаете трубку телефона, надо позвонить Илону. Имеется в виду Илон Маск. Человек, который основал PayPal, SpaceX и является главным идейным вдохновителем компании Tesla. Этот человек поистине великий, и к нему, я думаю, за советом стоит обращаться не только России, а и всем другим странам и жителям. Видно, что Диз подошел с патриотической стороны к батлу, хвастаясь великими людьми, которые проживают в Америке. Смотри, хип-хоп в России кажется мощным, но это потому, что ваша фан-база состоит из малолетних пёст, которые машут руками под хаусы, носят мамкины джинсы. Вот почему концерты Оксимирона выглядят как неловкие школьные выпускные. Тут отличный дизастер подел русский рэп, что в основном слушатели то у нас школьники, поэтому много таких исполнителей, как Face, Хлеб, Big Russian Boss и так далее. Вы посмотрите на большинство американских рэперов, а теперь на русских. Ну вы поняли, это было по факту. Так что нахуй твою родину, дизастер. Нахуй её роль в качестве мирового полицейского, потому что все мусора ублюдки. Нахуй ваше моральное превосходство тупых бандюков. Нахуй вашу войну с террором и нахуй вашу войну с наркотиками. Окси прошёлся по Америке, описав все пороки страны, которые не любят их же жители. Ведь мы знаем, как жёстко там работают полицейские. Не, у нас ненавидят их, потому что они берут взятки, ничего не делают. А там как раз-таки полиция работает хорошо, а иногда даже очень, что перегибает палку и отстреливает всех тех, кто не виноват. Так что если ты думал, что мы друзья, то ты обдолбался грибами. Если ты думал, что я дурачок, попробуй Айваско. У меня в этом клубе есть братья, которые с радостью бы на тебя прыгнули. Я превращу гору Рашмар в матушку Россия. Это была игра слов, что Окси гору Рашмар превратит в Мазер Рашер. Кто не знает, что такое гора Рашмар, то это та странная гора, на которой высечены портреты четырех президентов Америки. Вот так она выглядит. Хороший панч, который вдохновляет на патриотизм. Этим самым и разыгрел публику. Также тут была строчка «А если ты думал, что я дурачок, то попробуй Айваско». Айваско – это напиток отвар, галлюциноген, традиционно изготавляемый шаманами индейских племен бассейна Амазонки, которые пили местные жители для общения с духами. Откуда эта информация накопилась у Окси в голове? Ну вот серьезно. Если ты планируешь захват, то ты должен быть гораздо организованнее. Ты думал, это украинский кордон? Ты пытаешься идти напролом. Про украинский кордон. Ну, мол, Россия напала на Украину, и Окси не получится так же легко пройти через кордон Америки. Имеется в виду выиграть батл. Как Россия прошла через украинский. Ну, это политически грязный панч. Но ведь это батл, тут без грязи никуда. Сколько ты впадаешь в депрессию, ты идешь и делаешь себе татуху на шее. Там написано 1703. Да? Да. Отлично, отлично. И эти цифры что-то значат? Да. Знаешь, большинство людей не поймут это. Но я изучал григорианский календарь, так что я знаю, почему это у него набито. Это древняя математика. Эти цифры, если их скомбинировать и вычесть, складываются во фразу. Я пидорас. Глупая шутка, которая бы в русских баттлах могла бы прозвучать как проходной, но тут же американцы приняли ее на ура. Кстати, да и в целом, все панчи дизастера не особо выделялись на фоне, допустим, того же слова СПБ либо версус Фрэшблада. А вот панчи Мирона были двухсмысленные с игрой слов. Поэтому мы гордо можем заявить, что русский баттл рэп обогнал американский. С первого взгляда можно сказать, мол, русский язык богач, и у нас есть бесконечные комбинации шуток и словосочетаний. Но Окси ведь смог. Он сделал игру слов на английском. Это круто. Реально, очень круто. Но вот там, где дизастер начал говорить про русских девушек, этим он сильно задел русских фанатов, которые пришли на баттл. Это были очень грязные панчи. Ты из мира, где студентки по обмену, которые сосут хуй в общагах американских колледжей, считается видом искусства. Русские суки были созданы, чтобы сосать хуй. Это видно по строению их челюсти. Это наступление. Сам дизастер даже сказал после этого, что он был слишком крэйзи для этого баттла. Я слишком двинутый для этого баттла. Я слишком двинутый для этого баттла. Нельзя построить рэп-карьеру чисто из двойных рифм и флоу. Нужен фактор X. DMX, Exhibit согласятся с этим. Поэтому в твоем имени нет икса. А в моем их три. Ну тут, кто не знает, я поясню. DMX, Exhibit — это легенды американского хип-хопа. И да, в их псевдонимах есть тоже буква X. Послушай, забудь мировую войну Z. Это холодная война X. Ты порешал рэпера Рекса. Но ты не знаешь Окси. Я отличаюсь от других. Я вырос на холоде. Капусте и моркови. Мы не слушали Лени Кравица. Нашими родителями были Ельцин с Лениным. А ты бесишься, что я убираю тебя Сталином. Здесь очень классная игра слов. В оригинале он сказал, что я убираю тебя Сталином. Что переводится как стилем. Что также имеется в виду Сталин. Крутой панч. Ты говоришь ему, детка, ты красавчик. Ты не взрываешь, ты отцасываешь сам себе. Ты Мерлин Мэнсон. Мерлин Мэнсон удалил себе ребра, чтобы... Ну, вы поняли. Хорошая ссылка. Больной ликемией с витаминозом. Похож на одного из тех ирландцев. Зачем тебе батл со мной? Для тебя это как суицид. Надо было позвонить Линкен Парк и пригласить сюда, чтобы они вновь увидели смерть Честера. Тут, думаю, без слов, грязно. Очень грязно. Он был сторонником Трампа. Помните его твиттер? Это не панч. Смотрите. Смотрите. Даже более того, он был его верным приспешником. Но стоит Эминему за 10 Трампа? Как он меняет свое мнение? Хорошо подметил и ковырнул, так сказать, оппонента за то, что он меняет мнение, прислушиваясь к другим. Слушайте, слушайте, слушайте. Мы видели, как ты батлил против Холлоу. Ты обвинил его в том, что он делает мерч вместо музыки. Это сбивает с толку. Ты сказал, что нашел для него будку звукозаписи, что он мог бы там читать. И тогда я попробовал найти твои песни. Ёбаный лицемер! Я, конечно, это уже упоминал. Но позволь мне использовать это еще раз. Вот серьезный вопрос, мой бро. Где твоя музыка? Как мы уже и говорили заранее, Окси разобрал противника по всем его слабостям. Ведь Дизастер очень популярный батл МС. Но именно как МС в музыке он не состоялся. Чего не можно сказать про Акси Мирона. Я не пытаюсь сказать, что батл рэп поменяет мир. Я прошу прощения, что я вам тут читаю проповеди. Вместо того, чтобы изнасиловать его девку, насрать на нее, плевать на нее вместе с моими сообщниками. Но я думаю, что батл рэп может быть чем-то большим, чем лишь панчей и ритмин. Ну что ж, я посмотрел не до конца, но... Что я могу сказать? Я не знаю, кто победил из них. Но мое мнение, что Окси Мирон был лучше, чем Дизастер. Просто и даже... Если бы я даже не видел субтитров, то более, знаете, как-то... И ритма была очень хорошая. Потому что на слух я так воспринимал. Но и само содержание было жесткое. Но так как это шоу, то вполне, я думаю, подходит. Я досмотрю это видео до конца. И сделаю вторую часть реакции на их батл. Все, спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!